Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Несмотря на убеждение, что ловля карпа и сазана в сентябре это занятие не только интересное, но и довольно сложное, она вполне допустима даже новичкам. Только нужно учитывать все особенности сезона – погода, смена давления и характерное поведение рыбы в осенний период, а также внимательно соблюдать все важные правила для рыбалки – от правильной маскировки до грамотного вываживания на берег. В первые две недели месяца наиболее перспективной будет первая фаза, то есть на зорьке до полного восхода солнца. Вода еще не до конца остыла, поэтому все рыбы выдвигаются кормиться, как обычно, в летний график. При условии похолоданий старт забросов стоит передвинуть на ступеньку выше, то есть на вторую фазу. Вечерние забросы актуальны, но на крупняк надеяться не стоит. В это время будет кормиться только молодая и неопытная мелочь. При условии нормальной осени, то есть без аномальных похолоданий и прочих сюрпризов природы, в третью и четвертую неделю сентября лучше временем для ловли карпа будет предобеденное время. Вода уже порядочно остыла и карп не отличается активностью, а значит аппетит не нагуляется так быстро, как это было летом. Усиленный поклев будет к 12 часам, когда вода прогреется. Учтите, что для второй половины месяца характерны снижение температуры ближе к концу дня, поэтому вечерняя ловля карпа в конце сентября почти совсем не актуальна. На что же клюет карп в сентябре лучше всего? Так вот, как показала практика, при использовании поплавочного удилища отлично показывает себя горох. Для его лучшей сохранности в воде продвинутые рыболовы используют сахар или заменители, но не сам ванилин в чистом виде. Идеальный вариант – перед забросом обмакнуть горошины в ароматизированные жидкости, например, со сладким, но непритерным запахом. Великолепный результат дает горох и в качестве прикормки. Благодаря относительно крупным размерам он не под силу пузатой мелочи. А при рыбалке на фидер или карповое удилище тактика ловли отличается от предыдущей, так как в данном случае, в начале, обязательно проводится серьезная прикормка с помощью заброса массивных кормушек в будущую точку лова. В качестве наживки используются ароматизированные бойлы. По отзывам карпятников, наиболее вкусными сентябрьскими ароматами считаются персиковые, клубничные, ванильные. Беспроигрышным вариантом будет и применение растительных насадок – кукуруза, горох, перловка или картофель. Также отменно начинают работать наживки животного происхождения – опарыш, червь, мясо раков, мясо ракушки, бойлы, в состав которых входят измельченная рыба или мясные субпродукты. Хорошего клева сазана и карпа в сентябре можно ожидать в тихие безветренные дни. Если дует ветер или идет дождь, рыба, как правило, ложится на дно и кормится неохотно. Хотя и в такие дни ее можно ловить, если знать, где расположены ямы, в которых она пережидает непогоду. Чем больше солнца и чем выше температура воздуха, тем лучше будут результаты рыбалки. Выбор места для ловли Во второй половине сентября сазан и карп уходят от берега на глубину, поэтому ловля происходит исключительно на фидер или донке. Знание рельефа дна водоема – одно из важнейших условий успеха при ловле сазана и карпа в сентябре. Если акватория незнакомая и не у кого спросить, где стоит искать рыбу, перспективные точки придется находить самостоятельно. Сделать это проще всего с лодки, пройдя с эхолотом по водоему и определив расположение бровок и ям. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok